Еще разок, дамы и господа, всем здрасте, покрасьте, наконец-то, долгожданный гость сегодняшнего нашего эфира, сегодняшнего утра, как-то, знаете ли, легкие ностальгические нотки теребонькают мое нутро, Дима Литомский напротив сидит, осталось только быть в легком выхмелю. Слушай, ну нет, тот период времени, когда мы с тобой работали, там уже было все как бы чинно-благородно, красиво, интеллектуально правильно выверено, легкой толикой твоего хулиганства, разумеется, то есть я тебя как-то старался ограничить в этом. Именно так, именно так, именно так мы и будем продолжать сегодняшний наш разговор, не зря появился мой друг, коллега в эфире, потому как он над собой поставил такие эксперименты, эти эксперименты ставят над собой там в каких-то БДСМ-клубах и Дима Литомский, вот пожалуйста. Добро пожаловать. Да, 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 но потому что прожить на прожиточный минимум, это действительно такой, знаете ли, отчаянный ход. Ну у меня такой БТ-клуб больше, Дима, будет толк, это был такой подкаст у нас, ну он и есть, как бы существует пока в замороженном виде, и я там первый эксперимент над собой поставил на самом деле. Я две недели пил исключительно воду из напитков, ну чтобы проверить, как мой организм будет себя вести, как себя будет чувствовать, ну отказался от чая, алкогольных излишеств и так далее. И мне очень понравилось. И потом, с течением времени, конечно, захотелось уже чего-то большего. Ладно, вопрос зачем, он будет, конечно, прожить потом. По поводу эксперимента с прожиточным минимумом, прожить месяц, вот на сколько там, 200... 290 рублей, 71 копейка. 71 копейка. Конечно же, конечно же, первым вопросом будет, для чего ты это сделал. Просто эксперимента ради или перестраховался, подумав, что, наверное, грядет какой-то кромешный сдец в твоей жизни, что, думаю, попробую я прожить на прожиточном минимуме. Как? Что двигало? Какой мотиватор? В принципе, тут очень много таких векторов и много ответов. Нет однозначного на этот вопрос. Первое, разумеется, проще транслировать контент, там, знаешь, лухарь-ревелаж какой-нибудь, зайти в кафе, отчитать очи-хвостить какого-то официанта, сказать фе на какое-то вкусное блюдо и так далее и тому подобное. Намного сложнее поставить перед собой сверхзадачу. Допустим, если люди живут на какое-то ограниченное количество ресурсов, поставить перед собой цель, в принципе, как-то сказать, пожить в спартанских условиях. Потому что все понимают, что 290 рублей 71 копейка – это далеко не большие какие-то финансовые блага, на которые можно продержаться. И вот я решил как-то себя испытать, в таком ключе посмотреть, действительно возможно это или нет. И заодно я вдохновлялся, разумеется, другими журналистскими экспериментами, потому что какой-то маленький журналист где-то внутри меня живет. По-моему, девочка Студбая когда-то делала похожее исследование, я помню, читал, следил, но оно было не визуализировано. Я думал, что я этот контент буду пилить в основном на Инстаграм, а потом напишу какую-то статейку. А она чисто публицистическим стилем пользовалась, то есть писала заметки, такой дневник «Голодной леди». Короче, по большому счету, товарищ Литомский, вы решили заняться хайпажорством, правильно? Ну, если вам нравится такое определение, пожалуйста. Нет, я хотел выяснить, возможно ли прожить на эти деньги и найти некие лайфхаки и подсказать людям, как в той или иной ситуации лучше распоряжаться своими деньгами. Потому что он, с точки зрения вообще общей моего замысла, он про экономию ресурсов, он про финансовую грамотность, ну и, в принципе, он про стержень внутри. Сможешь ты выдержать или нет? Хорошо, слушай, но в повседневной жизни ты можешь считать себя каким-нибудь транжирой, там, расточительством занимаешься, то есть, может быть, там, соришь деньги? Слушай, ну, только под настроение. Я абсолютно точно согласен с всеми этими психологами и психотерапевтами, которые говорят, что ты должен себя награждать, но, знаешь, когда ты хорошенько поработал, там, одна работа, вторая, выдохся, нужно себя чем-то поощрить. Желательно, чтобы это было что-то полезное, конечно. Ну, просто, понимаешь, сразу же слушок-то пошел такой, типа, Дима Литомский живет на прожиточном минимуме, потому что вот, с радиогосударственного уволился, теперь, пожалуйста, вот к чему его нелегкая привела. А тут, оказывается, эксперименты и хайпажорство. Ну, да ладно. Ну, я работал при этом, вот это тоже важный момент, потому что многие думали, что я не работал, а моя работа находится 7 километров от моего жилища, ну, и ты понимаешь, да, есть статья расходов на транспорте. Да, и мне пришлось на талончик, у меня есть автомобиль, у меня есть доход, он больше, чем 290 рублей 70 на копейку, в принципе, ну, и моя семья не участвовала в нем, тоже сразу оговорюсь, потому что девчат... Да, как жена, сказала, ты что, сдурел, что ли, вон из дома, живи на своей... Как бы она, наоборот, была таким соблазнителем с ребенком, потому что они-то могли себе позволить там и рыбки красные какую-то поесть там и так далее, хотя мы питаемся вполне себе скромно и ничего там супер излишне никаких себе не позволяем, иногда даже пытались на правильном питании посидеть. Ну, давай, давай теперь по порядку, вот, ты принял решение, у тебя есть денежный баланс в размере 291 рубля, там, 74 копеек, а ты как-то, наверное, распланировал, что ли, распределил. Во-первых, ты тоже был таким триггером, который меня немножко так подбесил. Я что-то там увидел, думаю, что... Нет, ты, смотри, нет, ты тут, причем, у тебя было накануне апреля, 1 апреля, получается, исследование, что типа того, что можно купить на базовую величину в Беларуси, припоминаешь? Я припоминаю, я припоминаю даже тему, почему у меня возникло это в голове, я вот как-то решил, что в Беларуси национальная валюта не рубль, а базовая величина, потому что куда ни коснеть, там, пол базовых, базовая, базовая, ну, давайте уже переменуем, в конце концов, рубль в базовую величину, как бы будем жить по этим правилам, было бы проще гораздо, вот такая. Ну, в общем, все совпало, ты там рассуждаешь про какие-то финансовые подоплеки, информационное поле, наполненное новостями о том, что все дорожает, там, топливо дорожает, еда дорожает и так далее и тому подобное. И я подумал, что самое время, тем более 1 апреля, мало кто поверит, что я буду делать этот эксперимент. 1 апреля мне абсолютно казалось точно, что все, я справлюсь, я четко распланирую свои расходы, я поживу, там, окей, на овсянке, на картошке, на каких-то минимальных сосисках, там, курятине и так далее. Разумеется, я вдохновился перечнем расходов государственных, потому что люди, которые формируют, на них нужно, как бы, ориентироваться, да. Что там было? Так вот, рассказываю быстро, по пунктам, питание, на питание они отводят 141 рубль, кстати, 290 рублей 71 копейка, это для трудоспособного населения, то есть для нас с тобой, для пенсионеров это меньше, для детей еще меньше и так далее. Одежда, обувь, мебель и техника 55 рублей в месяц, промтовары 26 рублей, ЖКХ 24,5 рубля. Секунду, это всегда ростов. Коммунальный? Да, коммунальный, 24,5 рубля. Бытовые услуги, связи, проезд 26,45, платежи иные, я не знаю, что они туда закладывают. На телефон, может? Нет, это будет. Штрафы. Кстати, возможно, да, или какие-то кредитные истории. Гигиена и лекарства 7 рублей в месяц, и культура и платный отдых 4 рубля. Еще разок, культура 4 рубля. Культура и платный отдых 4 рубля. Для того, чтобы ты не деградировал, не превратился в коммунтопримата, а вот на театр и кино 4 рубля, правильно? Да, можно. Я начал выяснять сразу, потому что, ну, культура это то, что нам близко, в принципе, мы всегда такие люди культурные. Можно найти какую-то выставку бесплатную, допустим, там в казарме, мол, часто художники выставляются, можно пойти было в филармонии посмотреть, была бесплатная выставка. Но опять же, насколько она бесплатная, ты должен на проезд потратить, на талончик, потому что, ну, можешь постоянно пешком передвигаться. Особенно один из недочетов этого эксперимента в том, что я-то рассчитывал, что погодка будет огонек. Ну, честно, я закладывал такую идею, что я буду чаще ходить пешком, и действительно, я ходил пешком больше, это было видно по программе здоровья, я скидывал даже скриншоты, чтобы мне верили на слово. Ну, не то, что я там взял свою машину, на самом деле, втихаря, куда ты там подъехал. Нет, у меня четко, я знаю цены на талоны, я знаю, как пользоваться приложением оплати и так далее и тому подобное. Ну, вот давай про транспорт быстренько расскажу какие-то свои наблюдения. Во-первых, получилось так, что действительно весело ехать в троллейбусе, вспомнить вот это вот старое доброе чувство, когда ты заходишь, пробиваешь талон, и у тебя есть время, пока ты едешь на работу, что-то сделать. Потому что у меня работа в интернетах, и я мог же какой-то текст написать, да, пока еду. Когда ты едешь с рулем, такой возможности, соответственно, нету. Это первое, из позитивных моментов. Ну, этот позитивный момент ты перенес уже, то есть, ну, прошел у тебя этот экспириенс, буду и дальше ездить на троллике, потому что я как бы... Вот как раз-таки я тут решил, что немножко буду гибридно сейчас использовать кое-когда общественный транспорт и иногда автомобиль. Потому что, когда мне писали из Канады, друзья наши с тобой общие, что, чувак, у нас немножко дороже бензин, чем у вас, у нас уже рубль 91. Хотя цены на нефть там падали, а цены на бензин растут. И для меня это вот всегда такой вопрос. И самое обидное, что у нас в стране, несмотря на тот диалог, который должен происходить или происходит, как многие заявляют, непонятно. Ну, почему так? Он становится неким риторическим. Знаешь, цены нарастут. Ну, вы же все понимаете, да, почему они растут. Маршрутное такси вообще абсолютно хороший вид транспорта. В принципе, ты там комфортабельно едешь, все окей. Ну, и на машине я один раз сорвался, проехал. Об этом чуть позже тоже расскажу. Ну, давайте-ка, по поводу транспортных моих расходов выяснили. Ты свои... Сколько там на транспорт? 20... Было заложено на транспорт... О, подожди, Дима. Где-то я потерял. А, сейчас, другая заметка. На проезд я потратил за 16 дней 21 рубль 40 копеек. А, твой эксперимент длился 16 дней. Месяц ты не продержался. Ну, да, я не хотел спойлерить, я хотел во всем пройтись, но да. Друзья и подруги, если у вас появляются вопросы к Диме Литомскому, пишите к нам в Telegram, Radio S13, группа специально предназначена для этих вопросов. Ну, или просто в комментариях где-нибудь в Инсте. Дима Литомский, друзья и подруги, продолжает нам рассказывать, как прожить на прожиточный минимум. Мы выяснили, что на транспортный расход, вернее, та сумма, которая закладывается нашими ребятами, которые этот прожиточный минимум определили, ее не хватает, даже учитывая тот факт, если на талончике ехать с работы домой, с дома на работу. Да, ее будет хватать в том случае, ну, как бы мы же должны позитивную повестку объяснять, если вы будете ездить, пользоваться транспортом, только в случае того, что идет дождь или какие-то неблагоприятные погодные условия. Вовремя ходить пешком. Ходить пешком. Если вы работаете удаленно, то, соответственно, у вас транспортные расходы минимизируются. То есть, из пункта А в пункт Б, на выходных куда-то добраться, возможно, нужно. Давайте дальше тогда, Дмитрий. Еда. Еда. Самое интересное, как по мне, потому что вот разразилось там у нас споры по поводу, ну, как споры, точнее, предложений поступило очень много, как можно дешево и вкусно питаться. Конечно, предложения по поводу быстросупов всякие я отвергал. Там, знаешь, есть сеть магазинов, в которых можно по 25 копеек купить и как бы весь месяц жить. Я с этого посмеялся, конечно. Но есть и много продуктов, из которых можно приготовить, в принципе, вкусную еду и с небольшими затратами. Я сразу уточню. В этот прожиточный минимум закладываются расходы на еду. А предлагается ли какое-то меню? Меню, да, предлагается. В нем есть и говядина, и свежие овощи. Правда, вопрос, откуда они берут цены на эти все продукты. Потому что, допустим, за период своего эксперимента я узнал, что, допустим, на рынке, а до этого я этого не знал, мясо дешевле купить намного. Ну, не то, чтобы там разница как бы для меня чувствовалась, когда я жил не в эксперименте, но когда ты приезжаешь на рынок, там можно купить свинину там по 5-6 рублей. А если это не перед выходными, то есть не шашлычные, да, вот этот вот заход, то еще на рубль дешевле можно выцепить. Плюс ко всему скидки, да, в магазинах. Это всегда довольно такая щепетильная тема, потому что иногда ты, закупив на скидки продуктов, тратишь больше денег. Они стимулируют вообще просто продажи и так далее. Ну, а покупать на скидки необходимо? Необходимые вещи, да. Но, опять же, нужно смотреть цену за килограмм. Ты же знаешь этот лайфхак, да, потому что очень часто все разнится, и от граммовки абсолютно точно зависит. Значит, я начал... Ну, в чем была моя ошибка по продуктам первоначально? Ну, первоначально я как-то вот пошел в магазин и думаю, куплю там типа базовые овсянки, гречи, немножко курицы, да и бананов затарю, ну, просто чтобы на перекус был. А бананы входят в прожидочный меню? Не борзеешь ли, Дмитрий? Слушай, ну, входят цитрусовые, как минимум. Но я посмотрел, что бананы дешевле апельсинов выходили. И, ну, как бы перекусить бананом вкусно, плюс яблоки обязательно, потому что в нашей широте можно, в принципе, было найти. Что меня больше всего, как бы, мучило и терзало, и убивало, это то, что огурцы стоили дороже, чем курица. Ну, и когда у тебя стоит выбор купить, там, килограмм огурцов или килограмм курицы, что ты выберешь? Ну, понятно, да. Да? Ну, мне один человек, Сережа его зовут, он сказал, я бы купил полкилограмма того, полкилограмма того, ну, потому что так вкуснее. Не Цукерман ли фамилия у него, Сережа? Ну, возможно, возможно. Ну, я вот действовал неправильно. То есть, и у меня иногда мой рацион состоял из того, что я утром поем творога, потом я ем гречу с курицей, а вечером я ем гречу с курицей. Ну, то есть... Нормально. У меня такой рацион вот на протяжении уже нескольких лет. Есть? Да. Возможно, тебе нужно было визуализировать этот эксперимент, и, возможно, были месяцы, когда ты смог выживать за 290. Но, опять же, да, если брать какую-то медийность и то, что там у тебя могут быть какие-то партнерские взаимоотношения, там, и с транспортом. Сегодня же партнер у нас есть у выпуска. Ну, да. Да, да. Хорошо. На родное такси мы передаем огромный привет, и эти ребята вот действительно одни из тех, кто ездит по навигатору, смотрит на дорогу, ой, смотрит на дорогу, но не в навигаторе. Очень приятно. Я всегда с восхищением смотрю на этих ребят. Что хочется сказать по поводу питания вот белорусам и людям, которые смотрели вот этот мой мини-блог. Круто, что люди начали предлагать помощь. Вот представляешь, вот просто ни с того ни с сего люди, которых я не знаю. Причем вот знакомые, они как-то так холодно отнеслись. Ай, там Литомский опять какой-то херней занимается, да? Ну, по большому счету, я, наверное, в этой категории. Да, да, ты в этой категории. А есть люди, которые предлагали, там, Дмитрий, может, там картошечки подвезти, да? Или там небезызвестный фотограф рекомендовали фермерские продукты тоже по сниженным ценам приобрести. Послушай, ну вот, кстати, да, по поводу там картошечки подвезти. Может быть, этот прожиточный минимум, который закладывается вот нашим государством для каждого из белорусов, он предполагает под собой потенциальное наличие какого-нибудь грядочки, где ты выращиваешься. Минимального хозяйства. Да, да. Оно так уж может быть, правда? Да, но это тоже энергозатратно, в принципе. И вот смотри, я тоже поставил себе безлимит по картофеле, потому что в моей семье его выращивают, старшее поколение, бабушка и дедушка, дай бог им здоровья. И, в принципе, мне тоже съездить нужно к ним, чтобы это привезти. Талончика не хватило. Талончика бы не хватило, это же надо ехать в другой город. Понятно, но если сопоставить какие-нибудь цены, цена на билеты, цена на еду. Поиграл бы в марсианина, в героя Мэта Дэймона, он привез бы картошки, и на одной картошке вырулил бы целый месяц. Давай вот я объясню по рациону. Мне так уж случилось то, что у меня среди медиков много друзей, и вот Ксюша, моя подруга, она мне писала постоянно, друг, не шути со своим гастритом, потому что нужно сбалансированно и правильно питаться, разноображивай свою кухню и свою еду. И первый раз мне стало страшно, действительно, это в конце первой недели, пять дней это всего прошло. И был такой день, когда я не успел позавтракать, и чтобы для чистоты эксперимента я уже не мог нигде поесть, понимаешь? Ну и даже подле работы где-то рядышком сходить или в магазине потратить, потому что я думал, что ладно, ну один день продержусь. Ну 100% люди, у которых прожиточный минимум, они же так держатся. Да и бывали у меня дни голодные абсолютно, когда какое-то там мероприятие идет долгосрочное, ты не всегда успеваешь поесть там маленькими перекусами какими-то. И в общем-то за неделю, видимо, из-за стресса, из-за того, что я себя еще немножко поднакручивал, оно, конечно, организм дал сбой. И у меня появилась какая-то небольшая горечь во рту, и я такой думаю, ой, главное бы сейчас на медикаменты не влететь. Ты же помнишь, на медикаменты всего 7 рублей. И я собирался на эти 7 рублей купить себе ревит, знаешь, как в советские времена. Витаминки? Да, витаминки, чтобы для чувствов плейсива какой-то, плацебо выработать. Ну, потому что ты все равно когда съел витаминку, и посмотрел рыбий жир самый дешевый, думаю, ну тоже нормальная тема. Есть перечень. Так витамин С вот. Витамин С, ну это самые простые такие вот штуки. Слушай, ну вот если возвращаться к еде, исходя из прожиточного минимума, из той суммы 100 с чем-то рублей, которые выделены в еду, ты явно покупаешь некачественные продукты, это 100 по доллару. Ну, не самые дорогие, да. Но находкой для меня было то, что я купил макарохи с постсоветского пространства, не буду называть марку, но они оказались вкуснее итальянских раскрученных. Ну, так вышло. Я не знаю, так на Скидоне за полтора рубля я купил 900 грамм макарон, и мне повезло. Но в большинстве случаев ты абсолютно прав, потому что ты не можешь себе позволить там выбирать многое из чего. У тебя есть конкретный перечень. Ты берешь овсянку номер 4, ты берешь гречу подешевле, ты берешь рис, рис для супчика, чтобы сварить или так, и так далее. Поэтому тут я с тобой абсолютно согласен. И что самое интересное, к 16 дню эксперимента у меня было потрачено на еду 96 рублей 55 копеек, и такая сумма небольшая, в принципе, но там были все базовые продукты, включая муку. Условно говоря, полмесяца, значит, за месяц ты потратил где-то в районе 180. Да, да. И плюс я дважды ходил в гости, об этом тоже нужно сказать для чистоты эксперимента. Не тратился на еду сам, да? Купил куличи, пришел к родителям в гости. Ну, знаешь, на Пасху. Как бы тут тоже все люди, понятное дело, многоконфессиональный у нас город, можно отпраздновать и католическую, и православную, и таким образом. Но другое дело, что было очень много советов. Дима, так ты каждый день... Ты мыслишь как представитель уже совершенно другой профессии. Говорят, что типа в гости чаще надо ходить. Ну, в моем, допустим, понимании, когда ты идешь в гости, надо хоть что-то да в руках с собой принести. Может быть, ты еще человек отвратительный. Не каждый рад тебя видеть. Да, тем более. Ну, вот согласись, когда ты идешь, ты можешь взять, ну, там, на выбор. Либо что-то сладкого, либо что-то крепкого, да? Ну, все равно ты это берешь. А и то, и другое стоит в районе 10-15 рублей минимум. Тут возвращаемся к твоим родственникам. Они выращивают картонщику, значит, они что-то и гонят, понимаешь? Ну, можно уже как-то не с пустыми руками в гости. Ну, это нет. Такого криминала не доходит. Там все в рамках законодательства республики. Да и уже возраст не позволяет, кроме там базовых продуктов. Давай вернемся к еде. Я вот, кстати, недавно узнал, что косметолог один рассказывал одному моему близкому человеку, который сказал, что, да, типа, вот то, что мы едим, сразу на лице. Какие-то там сыпи, не сыпи появляются. У тебя проблемы со здоровьем от вот этого рациона, исходя из прожиточного минимума, начались? Нет, смотри, наоборот. Получилось так, что на первом промежутке, во-первых, я отказался от ужасной еды, типа чипсов, потому что я мог слабо утребить там вечером под фильм съесть, да, что-то, или алкогольный напиток какой-то выпить. Когда у тебя, допустим, ограниченный бюджет, то ты должен забыть, первое, про вредные привычки, второе, про вредные продукты. Ну, конечно, это вообще не входит в перечень того, что абсолютно точно необходимо. И самое интересное, что на первом этапе я как-то чувствовал себя получше, и отечность какая-то спала, и, в общем-то, в принципе, я похудел на полтора килограмма. И в этом был плюс. Но позже... Ну, тут тоже можно какой-то маркетинговый ход для фитнес-залов, вернее, альтернативу фитнес-залам, всем этим тренерам, которые пропагандируют правильное питание. Можно просто вот эту вот дороговизну убрать, посмотреть на эксперимент Димы Литомского, то есть к черту ваши диеты, расписанные по дням и часам, задорого. Вот, пожалуйста, Дима Литомский абсолютно бесплатно предлагает пожить на прожиточный минимум и скинуть без вреда для здоровья. Так что? Ну да, но это только в том случае, если вы очень грамотно распределите перечень продуктов и будете готовить себе разнообразную еду. Допустим, вот мне там посоветовали субпродукты, я открыл для себя куриную печенку. Ты вот ел куриную печенку, вкусно приготовил? Я думаю, да. Вполне себе вкусный продукт, нежный, с гречкой залетает, с макарошками залетает. То есть, если ты способен еще творить во время того, а я думал в основном про еду, вот, и мне даже стало сложно в какой-то момент делать выходы. Мне там пишут, Дмитрий, рассказывайте чаще, рассказывайте больше, а что вы там съели, а как вы сходили в уборную? Ну, у меня, бро, мне просто было впадлу, потому что мозг не работает. Во-первых, я и сахар-то немного ем, потребляю, а вот в этот момент как раз-таки захотел сладенького. Тогда на лечение, вот эти вот 7 рублей, которые закладывались, нужно было потратить рубль чем-то на глицин. Глицин. Чтобы мозг немножечко подходит. Я как-то попробовал курс пропил, вообще не помогает это все. Когда ничего нет, что же. Память лучше тренировать другими способами. Я тебе расскажу в следующем эксперименте. Давай тогда подведем итоги с едой и уже в следующем нашем выходе, в следующий наш выход посвятим каким-то другим издержкам, там, типа коммунальных плагин. Гигиена, да, коммуналка. Ну, давай так, питание, чисто гипотетически, потому что закладывает государство, если бы... Они переоценивают, кстати, каждые 3 месяца, чтобы ты понимал тоже, то есть они пытаются держать руку на пульсе, но какие-то цены у них явно занижены. И мне кажется, что на продукты нужно было бы закладывать как минимум в 2 раза больше, чтобы человек ни в чем себе не отказывал. Плюс ко всему, наверное, как бы неэтично приводить страны-соседи, да, и их прожиточный минимум. Да, потому что в эквиваленте, если взять загнивающую Польшу, там, по-моему, 1200 белорусских рублей прожиточный минимум на человека. Согласись, что это, ну, в разы больше при всех ужасах, как там люди мучаются и трудятся друг от друга. А вот у нас, в принципе, если у тебя нету саппорта с огорода, то прожить эти деньги точно нельзя. Если у тебя есть помощь спонсорская от родителей, какие-то закаточки, картофель, и ты купил базовые продукты, тогда, скорее всего, можно. О еде мы разговаривали с Дмитрием Литовским только что. Возможно ли себя прокормить на прожиточный минимум? Вывод невозможно. Правильно? Yes. Дальше мы будем разговаривать о коммунальных платежах, о личной гигиене и о... В культуре. В культуре. 4 рубля на культуру. Живем. Можно ли прожить на прожиточный минимум? Тема нашего сегодняшнего разговора и человек, который поставил на себе эксперимент, жертвуя собственным здоровьем, временем, сознанием, здравым смыслом. В общем, одна сплошная жертва прожиточного минимума Дима Литовского у нас в гостях рассказывает о том, как... Вернее, не то чтобы как, а возможно ли это. Мы разговаривали... Винный кусок нашей беседы, конечно же, отдали еде, сделали вывод по ходу всего, что как бы мы ни старались, если нет какого-то бэкграунда с огородов, у нас не получится прожить на прожиточный минимум. И плюс надо быть коммуникабельным. Исходя из тех цен, которые предлагает нам магазин. Едем дальше. Сто бесило моих подписчиков, я тебе тоже хотел сказать, боюсь забыть, а их бесило, что я с улыбкой выхожу, ну, в эфир. Они говорят, люди, которые живут на прожиточный минимум, не улыбаются. Я тебе так скажу, поступил комментарий, типа, не охренел ли ваш гость один месяц прожить на прожиточный минимум? Пусть попробует года два прожить, а потом делает какие-то выводы. Давай я как бы парирую этому человеку. На самом деле, каждый волен выбирать, как ему жить. И опять же, я говорю, что этот эксперимент, он посвящен в том числе финансовой грамотности, в том, чтобы ориентироваться в ценах, понимать эти цены, как они формируются, и об экономии ресурсов. Об этом я тоже хотел с тобой поговорить, потому что ты тоже, бывает, поднимаешь такие социальные темы довольно острые. Так вот, как ты считаешь, может ли человек, который живет на прожиточный минимум, улыбаться? Я думаю, да. Ну, то есть, в любом случае, знаешь, мы вспоминаем программу Биара Грилса, которая вот была когда-то под Дискавери, когда парень попадал в абсолютно хреновые ситуации, и он говорил, что главное настрой. Если у тебя где-то в организме хороший положительный настрой, то тебе будет легче справляться с проблемами. Поэтому, ну, где-то, львиная доля жителей Беларуси скорее всего пользуется советами Биара Грилса и пытается как-то сделать себе настроение, чтобы не замечать какие-то трудности, с которыми стал. Мне скидывали фотку Грилса, который в промежутках между съемками сидит за богатым столом, ну, и там у него, знаешь, лаваш, там мясо, все. Ну, понятно, что это большой телевизионный проект. В принципе, улыбка это защитная реакция организма, это первое. Второе, если ты не улыбаешься, это еще правило сродейки у нас, на оставшийся тучок, не так приятно тебя слушать. И третье, ну, что-то грустить, надо же как-то себя подбадривать. Ну да, еще один шпион говорил, говорит, а это поможет? Нет. Ну, вот и все. Ну, вот и все. Давай улыбаться. И еще один из самых главных вопросов был, это ты поджираешь или нет? А я такой думаю, ну, какой смысл мне поджирать, если я не испытаю того спектра эмоций, которые я могу испытать, и я не расскажу то, чего я могу рассказать. То есть, ребят, если вы думаете, что эксперимент для того, чтобы просто поднять показатели в Инстаграме, это можно сделать по-другому. Ну, с помощью там рекламных каких-то слоганов или там, опять же, взять какую-то тему, которая всегда на слуху, и хайповать. Я таким не занимался, и в конце концов я проиграл же сам себе, продержав всего 16 дней, но об этом мы тоже, наверное, как-то плавно перейдем. Что мы хотели еще обсудить? Гигиена, да? Коммуналочка. А, коммуналочка. В общем... Прожиточный минимум, условно говоря, ты живешь, допустим, в какой-нибудь однушке, где прописан Т1, давай по минимуму брать. Самая маленькая однушка, прописан Т1, условно говоря, и вот... 25 рублей 40 копеек. 25 рублей 40 копеек у тебя закладывается в прожиточный минимум на коммуналку. То есть я так предполагаю, что, наверное, план такой. Платить ты будешь за коммуналку, долг у тебя будет накапливаться, по итогу тебя выселят чертям собачьим в этой квартире, дальше у тебя будет денег больше на еду. Давай скажем сразу о том, что если ты живешь на прожиточный минимум, ты должен забыть о собственном жилье, ну, о покупке как минимум, потому что не закладывается это, чтобы ты откладывал даже там по доллару, на собственную квартиру какую-то там или по рублю. Этого нет. То есть тебе должна была квартира достаться в наследство, либо ты с кем-то сожительствуешь, либо ты живешь в общежитии и так далее и тому подобное. Ну, это герой туда. Как вышло из эксперимента, понятно стало. У меня коммунальные услуги, я делил это тоже с женой, и мне сказали, что надо было и на ребенка разделить, потому что на ребенка тоже выделять способие, но я делил на двоих. У нас вышло 120 рублей. Но я скажу, что, наверное, я был бы менее расточительным, то есть я бы быстрее принимал душ, быстрее бы чистил зубы или там набирал стаканчик воды, был бы экономнее много-много-много раз. Но в любом случае этого супермало. Ты тоже давным-давно живешь уже как бы в разных, наверное, схемах каких-то, модуляциях. Ну вот, честно, можешь рассказать свой, чтобы было понятно, прав я или нет? Коммунальный платеж. Да, сколько ты за коммуналку платишь в одной комнате, наверное? Ну, в районе 70 рублей. 70 рублей, видишь? Ну, то есть, если это много, Дима, это 70 рублей, это довольно много, и это не хватает. Плюс ко всему, ты не можешь откладывать на свое жилье. Что касается средств личной гигиены, тут я тоже загнался довольно сильно, потому что у меня, допустим, есть электрическая бритва, да? Сколько выделяется на средства личной гигиены? Так, ну, я так же уже по-честному себе выделил, потратил 14 рублей 73 копейки, выделяется там, по-моему, чуть больше. Ну, то есть, кусок хозяйственного мыла, и все, ну, ничего. 85 копеек мыло стоит, да, шампунь на 3 месяца хватает, где-то за 6 рубасов ты на скидке вырубишь, это 2 рубля в месяц. Мог не покупать, мог мылом все это сделать. Зубная паста. Зубной порошочек дешевле. Ну, ладно, видишь, я как-то не подумал про это. Причем сказать мажориль. Хорошо, антиперспирант, или ты откажешься от... Я, допустим, не могу чисто физически, да, я отказался от туалетной воды, которую у меня я просто отложил, ее пока на время. Стирка. Я посчитал порошок. Ну, по стиркам я там раскинул тоже, и вышло, что минимум 4-5 рублей на стирку. Тот кусочек хозяйственного мыла мог бы тебе пригодиться и птирить. Ну, там уже как минимум 3 куска хозяйственного мыла. Но это все равно дешевле, чем шампунь на стиральный порошок. Понимаешь, Митя? Тут расточительность, конечно, человек. Ну... В коммуналке ты не соображаешь абсолютно ничего. Нет, в гигиене, ты хотел сказать. Да, в гигиене. Ну, слушай, давай так определимся, что на гигиене, даже если кто-то нас слушает и захочет повторить этот эксперимент, мы не рекомендуем экономить. Правда? Ну, гигиена, это все-таки гигиена. Это твое здоровье. Чистые руки, чистая, приятная одежда. Хозяйственное мыло. Это против каких-то кожных заболеваний, там, прыщей подростковых. Стирать им можно. Феник, если подбили тебе, можно. Абсолютно верно. Намылить. Там просто клондай каких-то таких вот лайфхаков вот именно из одного кусочка хозяйственного мыла. Я, кстати, белые кроссы очень круто отстирывал хозяйственным мылом. Можно, наверное, атомную подводную лодку собрать. Если разобраться. Да, и все было бы ничего, в принципе, вот пока я не выкинул свои расходы на еду, гигиену. Это фрагментарно, это все выкидывал. И потом мне один тоже небезызвестный товарищ, наш друг, Миша зовут его, может, ты догадаешься, о ком идет речь. А он мне говорит, слушай, ты же не голый выходишь. А я сразу такой отсек. Я говорю, я на одежду не буду закладывать свой бюджет. А в смысле, как не закладывать? Нужно закладывать. И закладывается там порядка 20% твоего бюджета. И, в принципе, действительно, я же выхожу там и в штанишках, и в кофте, и вещаю. Поэтому я взял и в один момент срубил 80 рублей. И у меня осталось там вообще как бы минимум. И я уже понимал, что вот у меня 3 дня. И на 3 дня у меня есть продукты закупленные, на которых я, в принципе, могу практически до конца месяца прожить. Потому что там были яйца, было немного курицы, была куча круп. Можно было сварганить суп. Ну, как-то на этом жить. Ну, психологически мое настроение уже к этому моменту очень сильно подкосилось. Я уже практически не хотел ни с кем, ни с чем делиться. Ну, и эмоционально я тоже понял, что я абсолютно метеозависимый. А апрель у нас, оу, ну, самый неприятный из последних, которые я припоминаю. Если Инстаграм напоминает, что ты делал в тот же день год, два, три назад, ты постоянно там в какой-то маечке, курточке веселишься где-то, пьешь игристые. В этот раз было не так. И тут я вспомнил еще об одной важной трате. Я думал, что я на интернет не буду дома тратиться. Ну, буду, типа, в телефоне все, что мне нужно. Но я сам того не подозревая, на первых днях эксперимента включил себе сериал под ужин, который я приготовил из базовых продуктов. Я понимаю, что это будет нечестно. В смысле, я же воспользовался интернетом и буду им уже пользоваться. То есть десятка на интернет, двадцатка на связь. Это минус 30 рублей. Закладывается много меньше. Я не знаю, какой тарифный план должен быть, чтобы ты в мобильном телефоне мог серфить в интернете и звонить. Я предполагаю, что пророжиточный минимум, он исключает возможность выхода в интернет. То есть ты смотришь только ТВ. А, ТВ. Ну, от ТВ я тоже отказался. Государственные телеканалы и, я не знаю, радиоточку, может быть, слушаешь, за которую, оплата которых входит в коммунальные платежи 25 копеек, это, скорее всего, 25 рублей. Скорее всего, где-то так. Ну, в общем, опростоволосился. Опростоволосился, совершенно верно. Ну, плюс ко всему, вот, кстати, в одежду еще закладываются расходы на твой мобильный гаджет. И, ну, тоже нечестно. На самом деле, очень много таких моментов, на которых меня можно подловить. Ну, я сам себя ловил на них, чтобы опережать события и объяснять людям. Ну, да, что это, типа, я не два года живу на этот прожиточный минимум. Конечно, для чистоты эксперимента, как говорит человек вот в Инстаграме твоем, возможно, нужно было бы год пожить. Хочу ли я так жить? Нет, не хочу. Есть ли у меня возможность заработать своим трудом больше денег? Да, есть возможность, если вы хотите знать. Можно ли выжить на прожиточный минимум? Нет, нельзя вообще. Ну, у меня не вышло. Давай тогда следующий наш выход посвятим культуре, которая у тебя осталась 4 рубля. Как ты распределился этими деньгами? Ну, и, наверное, будем подводить, вернее, не то, что подводить какие-то выводы, а ты уже свои ощущения. Можно я тебя еще поспрашиваю немножко? У меня там будет, да, небольшой блок для тебя. Я подготовил. Ну, и просто свои какие-то ощущения расскажешь нам. Окей. В общем, с личной гигиеной у нас не получилось. Абсолютно грязный, голодный Лютомский. Мне вот чистым я был, в принципе, все это время. Чистый, но голодный Лютомский с долгами по коммунальным платежам, но живущие на прожиточный минимум, вы подошли плавно к культуре. Культурный ли этот парень на 4 рубля? И это первый вопрос. Куда ты потратил 7 рублей на лекарства, которые заложены? Ну, в общем-то, на лекарства и на культуру у меня вообще денег не осталось, если быть честным, потому что был один день, когда мне пришлось воспользоваться автомобилем, и я потратил 4 рубля на бензин. В принципе, вот то, что должно было идти на культуру, ушло на бензин, потому что мне нужно было на двух работах поработать в тот день, была дождевая погода, я уже начал себя сопливым чувствовать и решил воспользоваться. Это потому что 7 рублей на лекарства не потратил, поэтому вот сопливым себя чувствую. Возможно, нужно было укрепиться какими-то витаминами, там в перечне есть льняное масло, вот ревит, и рыбий жир самый дешевый, можно приобрести, в принципе, и то я прикинул, что если рыбий жир даже купить, его на две недели только хватает за 4 рубля российский, и не факт, что он суперэффективный, да, потому что, ну, как-то странно это все выглядит. С другой стороны, раньше как-то, ну, важно поверить в себя, как минимум, потому что я встретил нутрициолога в зале еще до этого, когда я ходил в тренажерку, а от тренажерки тоже пришлось отказаться, хотя, в принципе, это бы меня, может быть, еще сильнее мотивировало, хотя как бы я занимался голодный, никак. Мне сказали, что, оказывается, молочку не очень-то рекомендуют нутрициологи сейчас есть, там, типа, творог, зло, но об этом тоже у нас были споры. О еде вообще большинство людей сильно думает, и давай я уже закончу эту историю для себя лично, чтобы поставить точку, вот есть пирамида масла, знаешь, и там вот есть первая ступень, там еда и размножение. Так вот, большинство времени экспериментов... Ты размножался, да? Я думал, я думал. Вот, видишь, кто-то на жена оказался довольный, что Дима Литомский живет на прожиточный минимум, потому что еда к чертям сама, а вот размножение, как бы, тут уже, да, действительно. Так вот, и там, по-моему, вот все эти другие моральные связи, там, и культурная жизнь, она где-то там высоко на этой пирамиде масла, и, видимо, что люди, которые составляют бюджет на прожиточный минимум, они, как бы, с ней знакомы, вот. Но закладывать 4 рубля, ну, конечно, как-то даже обидно, что ли, потому что, ну, кроме как прогуляться в пышке, пешком, если хорошая погода, взять ребенка там, аттракционов у тебя точно никаких не будет. Если тебя кто-то только пригласит, в кино я уже тысячу лет не ходил, а как раз вышло пару каких-то интересных фильмов, и я такой думаю, о, и ребята идут, и у нас в городе открылся, как бы, лухарь кинотеатр, в который хотелось бы сходить. Ну, ладно, думаю, оставлю на потом. В принципе, вся культура, которая у тебя может быть, это ты можешь купить журнальчик какой-то, полистать себе. Газету. Газету. Потом порыться в домашней библиотеке, заехать к родителям, взять там что-нибудь из Дюма. Слушай, ну, ты опять же очень многое из прожиточного минимума возложил на своих родителей. Там заказочки, картошечки, вот что-нибудь из Дюма, опять же. Да, да. Ну, потому что, слушай, книжку купить даже, самую... Но за 4 рубля, конечно, тебе это не удастся делать. Удастся, но только в определенном магазине, тоже с фиксированными ценами. Ну, может быть, какая-то... Ну, там будет... Книжный секонд-хенд, я не знаю, может быть, разве что вот в этих... Да, опять же, люди, в принципе, обмениваются. И плюс, я так понимаю, что мы с тобой это еще, кстати, на радио поднимали эту тему давным-давно. Я этим не пользовался, сразу скажу. Что есть сайт один, на который выкидывают люди, там, бесплатные какие-то вещи, отказываются от них. Просроченные продукты. На боку, окей, да, начинается зеленый фон. Куфор. Куфор, да. Здесь можно, здесь можно этим, здесь можно делать все, что угодно. Если хочешь даже вырубаться... На куфор. И был такой момент, вот, не знаю, из позитивного этого момента, или не то чтобы хвастовство, мы собирались выкинуть баночки, у нас от ребенка остались для питания. Знаешь, вот немецкие, у них срок годности 3 года, мы их эксплуатировали год. И жена говорит, я выкину, я говорю, нет, лучше отдай кому-нибудь. Знаешь, через сколько у нас их забрали? Через 5 минут. Вот это. 5 минут. Ну, то есть, баночки хорошие, там, немецкого производства, но они, как бы, уже потаскались, и нам они, в принципе, не нужны, и мы думали их выбросить. И теперь я понимаю, что прежде чем я буду что-то выбрасывать или отказываться от какой-то вещи, лучше я спрошу на куфоре, не нужно ли это кому-нибудь. Пройдя вот эти, назовем их там какими-то громкими словами, круги ада, определенные... Ну, не надо громкими, да. Определенные этапы жизни на прожиточный минимум, ты, скорее всего, для себя сделал какие-то выводы. Ну, понятное дело, окей, начал ты эту историю, условно говоря, хайпажорства ради, с какими мыслями закончилось? Слушай, ну, я, во-первых, доволен этим экспериментом в плане хайпажорства, там, 20 тысячах вата. Ладно, шучу, на самом деле я лучше стал ориентироваться в ценах, я понял, что, в принципе, для планеты Земля я могу отказываться от автомобиля, потому что я такой юный автолюбитель, у меня 2 года только машина, и когда ты только покупаешь, ты хочешь на ней ездить постоянно. Я понял, что сейчас я буду больше отказываться от этого вида затрат. Ну, и плюс ко всему, я понял, что очень важны семейные узы, ценить семью. Ты хочешь сказать, что прожиточный минимум объединяет как-то, семейные ценности выдвигает на первый план? Слушай, совместный быт, это всегда, кстати, выгоднее, чем жить в одиночку, чтобы ты понимал. Если у вас 2 прожиточных минимума на двоих, и вы можете приготовить там супчика условно там какого-то, ну, в любом случае это будет легче, легче разделить коммуналку и так далее. Если ты живешь один, мне писали такие люди, о, друг, у меня трешка от родителей досталась, я с коммуналку заплатил 160 рублей, потому что я живу в ней один. И, судя по всему, там еще вечеринки проходят, потому что 160 рублей, это тоже электричество, воды на полиции и так далее. Вывод, хотелось бы, чтобы было лучше, и вывод в том, что я никогда не хочу жить за прожиточный минимум, поэтому я буду работать над собой и стараться зарабатывать максимальное количество денег. Вот к этому вопросу мы и переходим плавно у нас. Я предполагаю, могу себе представить, что какое-то количество белорусов, жителей Беларуси, живет на прожиточный минимум, а иногда, может быть, даже и меньше. Больше 50%. Больше 50%. Вот видишь, твой совет. Ну, понятно, ты прошел уже, вот эти вот штуки, попытался, по крайней мере, пройти, а тебя хватило на 16 дней, там ты ушел в жесткий минус, как бы, и твой эксперимент на этом закончился. Вот, слушай, и тут, ну, с моральной точки зрения, мне кажется, что я вообще не имею права советовать, потому что, в принципе, я мог остановить действительно этот эксперимент в любой момент, а есть люди, для которых это не эксперимент, а жизнь. И вот тут становится грустно, и для этих людей у меня рекомендация только, возможно, перераспределить свои ресурсы, получить какие-то дополнительные навыки, которые бы помогли им заработать еще какое-то количество денег. На что тоже нужно тетемить? В принципе, да, но вообще первое, с чего стоит начать, это, конечно, наверное, разобраться в интернетах людям, которые старшего поколения. На что тоже нужно тетемить? На что тоже нужны деньги. В общем, замкнутый круг. Тогда я предлагаю так сделать. Вот людям, которые формируют, кстати, в России был один депутат, который, значит, по соседству, решил прожить на прожиточный минимум, после чего сказал, что жить на такие деньги, на которые там закладываются, это геноцид народа, получается. Я вот хотел бы предложить, наверное, людям, которые, в принципе, имеют такое же возможность, в принципе, как и я, но имеют право решать, чтобы они пожили тоже на прожиточный минимум и как-то пересмотрели, перераспределили ресурсы. Потому что, когда я иду на работу, условно, и вижу пять человек, которые там шесть, один на бульдозере, ремонтируют участок тротуара метр на метр, мне кажется, что это как-то неправильно, потому что я гостил в Финляндии один день ровно, и нам, как курсовод, рассказывал, что там есть такая профессия хаусмастер, учится на нее три года, и это один человек, который целый район обслуживает, и как сантехник, и как уборщик, и как там экскаваторщик, и как человек, который клумбы высадит в саду. Ну и получает достойную зарплату. Три тысячи евро примерно. Это такая хорошая зарплата. Да, то есть, если мы говорим о каких-то там экономических влияниях в течениях, мне вот хотелось бы разобраться, куда идут налоги наши, на какую социальную поддержку и так далее. И почему именно 290 рублей? Может быть, как-то можно скинуться, и чтобы это было больше? Потому что, понятное дело, что огромная часть страны имеет дополнительные заработки. Никак иначе. То есть, ну, кто-то ходит на работу за зарплатой в прожиточный минимум и позанимается какими-то своими делами. А кто-то еще хуже подворовывает. Ну, это же тоже так и есть. А хотелось бы, чтобы у человека была чистая совесть. Либо, как мы уже неоднократно говорили о том, что кто-то ходит на работу за зарплатой в хорошей зарплате, которая там нам поднимает показатели средние по стране, но имитирует бурную деятельность, как, допустим, вот эти рабочие, которых ты видел. 6 человек, которые занимались каким-то одним объектом метр на метр, но имитировали бурную деятельность, Которые потом, впоследствии, отчитались перед каким-то своим руководителем Который отчитался перед своим руководителем, ну и так далее Вроде как-то работа произошла, а коэффициент полезного действия нулевой Ну вот мы понимаем, что в современном мире у нас может быть такой персонаж-человек радио Вот ты же, в принципе, с помощью еще парочки ребят Можешь вполне себе иметь небольшую радиостанцию И выполнять определенные полезные действия для общества, да? Как альтернатива, да Да, ну ты же сам прекрасно понимаешь, радиостанция, на которой мы с тобой работали Там немножечко больше Размах? Нет, не то чтобы размах, а большее количество людей завязано на вот этом процессе Чем, по большому счету, то же самое мы делаем здесь, но с X Вот, поэтому я и хочу сказать, что мой проект, он был про сохранение ресурсов И про то, как сделать эффективнее наш труд в том числе Потому что я сменил тоже немножко род деятельности, да Там перешел в какой-то там отчасти диджитал маркетинг и SMM В котором нужно за полчаса выполнять определенное количество действий Для определенного количества заведений И в какой-то момент я понял, что я могу там для шести заведений сделать рекламу за шесть часов Ну то есть просто грамотно регулируя свое время Вот и здесь такой вопрос стоит Конкуренция это хорошо И ни в коем случае нельзя от нее отказываться И был вот этот вот у меня опросник тоже в инстаграме И часть написала, что Друг, ну как государство платит, так мы и работаем А кто-то написал, что наоборот Белорусы ленивые и поэтому так платят И в принципе ответ на этот вопрос, он наверное где-то посередине находится Потому что в принципе Я наверное с тобой соглашусь В принципе все работают так, как им платят А государство платит мало И тут вот замкнутый круг опять получается Ну если выйти за рамки, за границы какого-то Вот своего обыденного, да Выйти из зоны комфорта Наверное можно работать эффективнее А когда ты работаешь эффективнее Как результат твой достаток, он должен увеличиться Иначе ты делаешь что-то не то Ну или как вариант просто рассмотреть такой метод как саморазвитие Познать чего-то новое и свои знания приблизить в какой-то другой сфере Где можно разбогатеть, озолотиться Это как раз как ты сказал, что нужны титимити Я вот посмотрел курсы в одном популярном технологическом парке города И там по-моему курсы стартуют от 900 рублей белорусских Слушай, ну это несколько прожиточных минимумов Черчилль когда-то сказал, что бесплатное образование лежит в библиотеке Я склонен с ним согласиться Вот, надо кстати в библиотеку, можно было бы сходить Хотя там читательский билет, чтобы завести По-моему тоже надо немножечко переплатить Ну вот может быть 4 рубля на культуру как раз таки пригодились Дима Лютомский был у меня в гостях Друзья и подруги в студии S13.life Человек, который попытался жить на прожиточный минимум Ни хрена у него не получилось На 16... Я не расстроился На 16 день он ушел в минуса Но тем не менее, экспириенс хороший И как он посоветовал власть имущим Наверное, да? Я так понял, что ты давал советы, рекомендации Попробовать, недельку Попробовать хотя бы недельку Может быть у тебя уже в планах есть какие-то следующие эксперименты над собой И готов ли ты развестись из-за них? Ну, слушай, следующий мой эксперимент Я так задумывал, если бы я этот смог реализовать до конца И пройти все круги, как ты вот это воскопарно называешь Я бы хотел на год в декрет пойти Декретный папа, знаешь, вот такой эксперимент Потому что очень много вот сейчас споров идет о том Что как сложно там в декрете и так далее и тому подобное Я работая на нескольких работах Считаю, что в принципе В принципе, в принципе, это то на то выходит Что, ну, как бы плохо и одним, и вторым И схлестнуться с феминистическим сообществом Это всегда интересно Хотя я его очень уважаю и люблю Сколько твоей дочери лет? Два года скоро будет Два года Вот как раз финальный год Ну вот, пожалуйста, тогда у тебя все шансы Поэтому будем следить за творческой деятельностью Дмитрия Лютомского В его инстаграмах Ну и на просторах других социальных сетей Ну а мы, безусловно, как-то будем информировать Об этих экспериментах Спасибо, что позвал Приятно было встретиться Снова и поболтать Заходи чаще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому